И сегодня в такой уютной камерной атмосфере мы в очередной раз поднимаем тему креативности городских сообществ. И именно потому, что креативность вообще для активистов, для лидеров городских сообществ это такое топливо, которое развивает сообщество, которое помогает команде развиваться, которое вовлекает в сообщество новых людей. И собственно говоря, коммуникация внутри сообщества, она тоже чувствует и углубляется благодаря креативности. Поэтому эта тема важная и мы планируем к ней возвращаться еще неоднократно. И кто-то знает, кто-то не знает. У нас есть еще второе направление. Это школы городских сообществ, где уже непосредственно лидеры сообществ могут обучаться уже конкретным практическим навыкам. с тренерами, которые помогают развиваться. Первая школа у нас была такая вдохновляющая, мотивационная. Ее вела Светлана Казадаева. Где она? А вот она, да. Светлана Казадаева вела у нас виссивационную сессию, где у нас лидеры сообществ как раз креативили, собственно, свои идеи, какие-то интересные развития. А на второй школе мы писали проекты. Уже такие идеи. Мы пытались оформить проекты. И дальше, я думаю, одна из школ тоже будет посвящена еще какой-нибудь интересной форме развития креативности. Потому что это очень актуально, очень интересно. Ну, все, долго не буду говорить, собственно. Давайте перейдем к содержанию нашего лектория. Должно быть интересно, интерактивно и полезно. И наш спикер, которого мы очень любим, с которым мы давно дружим, Евгений Махина, бизнес-тренер. Сам в первую жизнь я осваивал вот такую плитичку. Надеюсь, что она сегодня будет хорошо работать. Когда собирался на этот мастер-класс, одевался, я осознал, что я надел вот эту майку и понял, что я ее всегда одеваю, когда веду тренинг по креативу. Это просто уже якорь телесный. Потому что она очень креативная, здесь всякие вот символы, если можно видеть, это смысл и желание. Поэтому я ее надел и понял, что у нас сегодня все получится. И будет очень даже продуктивно, полезно и интересно. На самом деле, я сегодня говорить буду очень мало. Говорить будете вы, поэтому готовьтесь, что сегодня будет прям такая жара и интенсивная работа. Когда меня вообще попросили вот первый раз сделать тренинг по креативу, у меня было лицо вот приблизительно какого-то у этого персонажа. Потому что у меня первый вопрос был. Ребят, а креативу вообще можно научить? Ну вот сами понимаете, креатив, творчество, от английского create, акт творения. Как этому учить вообще? Оказалось, что можно. Поэтому второй стадии было воодушевление, когда я поразбирался в технологиях и понял, что это очень классная тема. И она в принципе развивает интеллект, там чуть позже объясню почему. А третьей стадии была такая легкая депрессия. Потому что я обратил внимание, что очень многие люди работают, ну скажем так, в алгоритмичном шаблонном режиме. Ну решают постоянно одни и те же задачи одними и теми же привычными способами. Но мы живем в век автоматизации, поэтому сами понимаете, если работа ваша состоит, возьми текст А, помести в коробочку Б, там или изделие А в коробочку С, то скорее всего в будущем нашу вот эту работу автоматизирует. И мне кажется, что лет там через 5-10 более-менее успешными будут люди, которые решают творческие задачи. А творческие задачи это как раз задачи, где вот ты садишься и говоришь, блин, надо подумать, вот так вот сразу ты не догадаешься. Поэтому мы сегодня будем говорить в контексте креатива, но не в смысле, что как придумать смешную картинку с котиком, а креатив как в принципе развитие интеллекта, как способность решать нестандартные задачи. И для того, чтобы разобраться с тем, как решать креативные задачи, надо понять, кто такой главный враг креативности. Как думаете, кто это? Вот единственная причина, которая не дает людям нормально креативить. Шаблоны, да. Ну может быть я сам так. Вот пока мы главный враг кликер, сделайте что-нибудь, пожалуйста, в следующий слайд. У нас небольшое восстание машин. Ну пока, да, главный враг у нас кликер, но на самом деле действительно это шаблон. Потому что, ух ты, нифига себе, как у вас на слайд. Да, у меня просто такого не было. Потому что шаблон это что такое? Да, вот у меня была специальная картинка для шаблона, хотел его показать. Шаблон это некая алгоритмизация, когда мозг привыкает решать шаблонные задачи. И это в принципе хорошо, это плохо в контексте креатива. Но представьте, например, мы бы принципиально не признавали доказательства теоремы Пифагора, и каждый раз, когда мы бы что-то решали, нужно было заново эту теорему доказывать. Ну неудобно. Проще вот один раз договорился, потом цифры подставил, и все хорошо. То же самое в жизни. Вот привыкли мы, например, с клиентом вот так разговаривать, или тренинг вот так вести по одной и той же программе. Ну и все, и на шаблоне наяриваем, наяриваем, все хорошо. Но когда нам нужно решить какую-то креативную задачу, это по определению, значит, отойти от шаблона. А отходить от шаблона очень энергозатратно. Ну понимаете, что это формирование новых нейронных связей, вся вот эта вот штука. Это расходует очень много глюкозы, а мозг глюкозу просто так расходовать не любит. Именно поэтому креативность в принципе энергозатратна. Вот у вас бывало такое, что надо подумать, вы видите, думаете, чувствуете потом, что вот так устали. Бывало такое? Надо попросить, в следующий раз руки поднять. Ой, далеко ушли. Вот. И с одной стороны креативность, эта штука энергозатратна, с другой стороны она может энергию давать. Ну все слышали там историю про одного мужчину, который сел помыться в ванну, вода перелилась через края, он воскликнул Эврика, и потом голый носился по улицам, потому что он что-то такое придумал, его, ну это дело зарядило. Поэтому мы сегодня будем много уставать. Да, я прям гарантирую, вы под конец, ну не буду называть это лекторией, у нас скорее практику, да. Под конец этого практика вы реально устанете, но если по итогу у вас несколько идей классных появится, вы прям почувствуете, как они вас подзарядят энергией. И это будет очень здорово. Поэтому есть такие два варианта действий. Когда я вот планировал, что мы сегодня с вами будем делать. У меня была такая почва для стратегического решения. Я мог бы вам выдать какие-то техники креатива, например, можно вот так, можно вот так, можно вот так, можно вот так. Вы бы послушали, покивали, сказали, ну все понятно, мы пошли гулять. Это первый вариант. Второй вариант, я решил взять ограниченное количество инструментов, а именно комбинацию из двух, и выкатить это в формате практикума, чтобы вы это через себя пропустили, прожили, и действительно сегодня что-то вынесли. Потому что первый вариант, ну проще было бы видео записать на фоне обоев дома, или текст написать, и просто вам ссылку прислать, зачем собираться. Поэтому мы сегодня будем практиковаться. Практиковаться будем на такой технике, очень интересной, она называется техника ассоциативного поиска. Она очень такая многогранная и применима, как там в контексте маркетинговых коммуникаций, пиар-компаний, даже коммуникативных техник. И я вам сегодня покажу, как это работает. Значит, техника очень простая. Она заставляет нас рвать шаблон. Извиняюсь, что я приболел маленько. Она заставляет нас отказываться от шаблонного мышления. Как только мы исчерпываем эти ресурсы, у нас открывается вот это, ну назовем это в буквальном смысле креативная чакра. Это знаете, как мозговой штурм. Самый распространенный способ к регенерации идей. Почему он работает? Потому что если я вас попрошу придумать 10, 100 способов применения кликера, вы логические варианты сравниваете сразу, ну первые 10, 7, 15, как-то так. А потом, ну надо еще 85, а логика кончилась. Надо тужиться. И вот как раз когда тужишься, появляется что-то креативное. Техника ассоциативного поиска работает похоже, но чуть-чуть по-другому. Суть очень простая. У нас есть некая точка А. Да, например, нам нужно придумать идею, я не знаю, чего-нибудь, скажем, ну логотип. Да, нам нужно придумать какой-то логотип. Мы берем ту сферу деятельности, с которой работаем. Это наша точка А. А шаблонное мышление мы отключаем за счет того, что мы берем точку Б, которая может быть абсолютно случайной и вообще никак не привязана к той теме, о которой мы думаем. И потом попытаться это как-то связать. И вот как раз когда вы связываете, у вас возникает ощущение, типа что за бред происходит, и вот здесь как раз открывается вот эта вот креативная чакра. Звучит очень сложно, поэтому давайте я вам сразу на примерах покажу, как это работает, чтобы вы поняли. Вот, например, мы хотим сделать с вами креативную ручку. А в качестве случайной точки Б, да, можно, понимаете, некоторые открывают словарь, случайное слово тыкают пальцем. Можно открыть генератор случайных слов. Или просто коллегу попросить, дайте какое-нибудь случайное слово. То есть не суть. Включить радио, да, в интернете открыть. То есть где вы это слово случайно будете брать, не суть важна. Главное попытаться увязать. Но если увязать, получается, я специально сегодня в интернете нашел, есть вот такие вот ручки, есть еще версия с ножами. Ну, очень странно выглядит, ну, показывает, по крайней мере, как работает. Вот пример из культуры. Это, если кто помнит, Teenage Mutant Ninja Turtles. Подростки, мутанты, ниндзя, черепашки. Вот вы бы хотели оказаться на планерке или на совещании, когда кто-то к продюсеру пришел, говорит, у меня вот новая идея есть, давай мульт там сделаем или комикс. Говорит, окей, о чем? Ну вот, подростки, мутанты, ниндзя, черепашки, нормально. Наверное, когда русские переводчики это адаптировали, они решили сжалиться над человеческим разумом, и просто подростки, мутанты обрезали, и просто оставили ниндзя, черепашки, типа, русскому человеку хватит, нам больше не надо. Да, ну, из другой сферы, чтобы вы поняли, как это работает. Есть еще мульт, кстати, если кто в детстве видел, мне вот пару серий удалось посмотреть. Мыши, рокеры с Марса. Мыши, рокеры с Марса. То есть, что-что? Ну да. То есть, представьте, реально где-то есть люди, которые приходят на планерки, такие серьезные, в галстике говорят, ребята, у меня есть новая креативная концепция. Ну, про этого парня я вообще молчу. То есть, представьте, кто-то пришел и сказал, у меня есть идея, давайте возьмем губку, очеловечим ее, назовем ее Роберт, засунем на дно океана, добавим ей рукава без рубашки, а нет, рубашку мы сделаем вот здесь отдельно, ну и чтобы как-то отстроиться от других губок Робертов, мы засунем ее в квадратные штаны. Как мы это назовем? Ну, наверное, так и назовем, губку Боб, квадратные штаны. Нормальный план, нормальный план. То есть, да, кстати, это многозначно звучит, нормальный план. Возьмем пример из кинематографа. Вот сейчас уже попрактикуемся. Скажем, у нас есть тема космических путешествий, завоевания космоса и так далее. И мы туда закидываем второй концепт, вот точка А это космос, да, точка Б это Покахонтус. Как вы думаете, что у нас в сумме может получиться? Да, это получится аватар, и вот на просторах интернета есть очень классный пример, когда взяли сценарий Покахонтус, ну, такой синапсис. Просто именно собственные вычеркнули локации, поменяли, и ты понимаешь, что ничего не изменилось. И это только один из примеров. Если так, из чего не свеженького убрать, ну, относительно свеженького. Например, кто читал или смотрел Герберта Уэллса «Война миров»? Ну, сюжет более-менее знаком. Да, прилетели марсиане, их никак не победить, машины, которые не пробиваются, там какое-то поле защитное, но их доканывает кто? Кто их гибит? Да, обычные вирусы, бактерии их добили. Берешь вот эту концепцию, меняешь вирус на компьютерный вирус, получаешь… Ну, давайте. Нет, день независимости с Виллом Смитом. Когда они прилетели к пришельцам, компьютерный вирус загрузили, и все сломалось. То есть немножко небольшие донастройки делаешь, получаешь совершенно новую концепцию, хотя по сути все базовое, то же самое. Вот если кто видел фильм «Обливиан», сейчас уже есть дизайн, например. Если кто знаком, такой интересный летательный аппарат специально нашел художника, который его придумал. У него есть, кстати, концепт «Артист», которые придумывают визуалы для фантастических фильмов. Он просто взял концепт вертолета, который американцы во Вьетнаме использовали, добавил туда немного стрекозы, и вот в сумме получилась вот такая вот штуковина. Тоже сочетание элементов. Ну вот эту историю, я думаю, комментировать не надо. Очень простая визуальная. Здесь даже сильно не заморачивались. Вот пример из нашей работы. Я когда еще был корпоративным тренером в Гудлайне, у нас как раз был дизайнер, сейчас он в Санкт-Петербурге живет, который проходил этот тренинг, и он делал логотип для нашей системы дистанционного обучения. И вот здесь, видите, точка А и точка Б не совсем случайны из смежных областей. То есть система дистанционного обучения. Обучение — это в смысле карандаш, записывать, брать на карандаш, дистанционный, вот значок Wi-Fi. Таким образом объединяешь, получаешь логотип. У тебя такое задача налицо? Карандаш был на карандаш. А до этого там что было? Wi-Fi еще. Что вы вынесли с этого лектория? Ну там в логотипе был карандаш все это время. Объясняю. Да, то есть в рабочей жизни это тоже очень все применимо. А, ладно, сейчас немножко спойлер был. Давайте теперь уже немножко начнем практиковаться. Даю вам такой кейс. Предположим, кстати, вот кто на кафедре Гудлайн обучался, для тех кейс будет знакомый. Предположим, вам нужно придумать пиар-акцию, идею рекламной кампании для бренда часов. Очень дорогих, там десятки тысяч долларов стоят одни часы. То есть ваша точка А это что? Часы, да? Вы берете генератор случайных слов, там словарь или еще что-то, и у вас в качестве точки Б выпадает водолаз. Вот, ну да, вот знакомый пример, я думаю. Так что давайте тушьтесь. Какие идеи приходят в голову? Точка А, часы, визуалы, слоганы, картинки, идеи видеозаписи, что угодно. Пиар-кампания, что в голову приходит? Водолаз и часы, дорогие, брендовые, такие десятки тысяч долларов стоят. Вода непроницаемая? За несколько тысяч долларов, я надеюсь, что они воду непроницаемая. Они же как бы спрыгивают с какой-нибудь яхтой, с какой-нибудь дорогой яхтой, такой кидают, какой-нибудь право такой, и назад. Ну, к примеру, к примеру. Так, давайте по руке. У кого еще идеи были? Ага, у вас. Можно, кстати, вашу идею расширить. Например, с Ди Каприо они все-таки догадались, что можно вдвоем на этот плод залезть. Она роняет часы, и Ди Каприо такой, да ну нафиг, и ныряет за часами. Тоже вариант. Ага, еще версии какие есть? Все? Ага, Света. Марианская? Да, да, да. Ну да, да, почему бы нет? На дне океана. Да, при том там были золотые слитки еще, и водолаз понимает, что ему либо золотые слитки тащить наверх, либо просто часы захватить, из часов он больше маржи получит, и он такой, ребят, простите, в следующий раз за ними вернусь. Да. 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 Или, к примеру, русалка плавает, там куча водолазов, один водолаз в этих часах, она такая, привет, красавчик. Да, то есть, видите, уже креатив попер, как только пытаешься связать несвязываемое, потому что, ну, брендовые часы, они для людей в деловых костюмах, на дорогих автомобилях, не эта история. Как только пытаешься связать несвязываемое, подключается вот это иррациональное мышление, начинает переть креатив. Объясняю, как на самом деле было. Такой достаточно известный кейс вот в мире пиара. Значит, в Санкт-Петербурге, в СМИ взбросили такую информацию в 2007 году, что якобы какой-то важный гость из Санкт-Петербурга, имени которого, конечно же, не называют, приехал в Санкт-Петербург, вышел на, значит, набережную реки, воодушевился, как там красиво, сделал так, бах, и у него часы вот так, хоп, слетели и в речку уронились туда, и упали, и потонули. Об этом написали в СМИ, и в принципе все водолазы, наверное, не то, что Санкт-Петербурга, все, что вообще западнее Урала, все съехались эту речку зондировать, все хотели эти часы найти. При том, что я там искал информацию, вроде там что-то подняли, но по этому сгустку чего-то непонятно. Это просто реплика за 150 рублей, либо это часы за 200 тысяч долларов. Зато все СМИ практически регионы написали о том, что, ребята, смотрите, есть такие часы вот с таким-то брендом, они стоят 200 тысяч долларов. Ну и хайп подняли такой нифиговый. Хотя, я не знаю, ну на самом деле были это часы, или это там какой-то вброс. Явно, если это какая-то реплика, то себестоимость этой пиар-компании вообще минимальная. Бренд вот здесь подписан, Helmoth, да, можно проверить. Вот сейчас второй пример дам, он уже посложнее немножко. Тем более нас здесь пишут на видео, поэтому сразу говорю, это не пропаганда суицида. Но давайте предположим, что вам нужно придумать идею рекламной кампании, рекламы для продуктового супермаркета, любого. И вот ваше случайное слово, которое вам выпало, это суицид. В смысле, все? Такой чувак приходит, себя убить в супермаркет, а его менеджер. Да, вот сейчас в контексте вот этой всей истории не так звучит, но давайте подумаем. Что можно придумать? Какие варианты есть? Продавец там работает, да, он такой типа видит, что продукт просроченный, хочет в корзинку положить, прыгает, сбивает ее нахрен, типа спасает от своих… от просроченного молочка. И слоган «Меня унесло, чтоб тебя не пронесло». Ага, хорошо, вижу, руку. Специальная акция на козырьки, да, приходить, они мягкие. Вы сейчас воспроизвели одну из версий возникновения галстука. Слышали кто-нибудь, откуда галстуки пошли? Ну, одна из теорий, что когда, да, людей вешали, если по какой-то причине веревка отрывалась, то считалось, что человек, типа, помазанный Господом, и его нужно было оставить в живых. И вот какого-то мужика, вот такая вот история произошла, ну, повезло. Может, он подпилил, как-то договорился, не знаю. Ну, и, соответственно, когда ты помазан, собственно, Господом, то это же вызывает определенную реакцию целевой аудитории. Он просто начал носить вот этот кусок веревки на шее. Заходил во все бары, и ему там девушки говорили «Привет, красавчик, а ты как бы, ну, аффилированное лицо со Всевышним». Ну, и другие мужики тоже начали повязывать, якобы мода пошла. И потом, когда я завязываю галстук, я реально понимаю, что узел очень похож на вот эту вот историю. Но версия тоже прикольная. Значит, показываю. В данном случае это будет видео, как это выглядит на самом деле. Сразу говорю, эффективность рекламной кампании мы сейчас не оцениваем. Мы оцениваем креативность, как они это смогли подвязать. Так, звук у нас же выведен, да? Да, звук не выведен. Давайте. А можно, который не музыка? Это не та рекламная кампания, где включаешь музыку, и люди кончают жизнь самоубийством, потому что музыка не очень. Все, да? Да. Сделай, что на роде! Это уже второй час, где вы можете выражать в одном из согласия с политикой магазина «Копейка». Сделай, что на роде! Стоит, что в местном происходящем вот это, что подъехали представители «Копейки». Сделай, что на роде! Это не успешно! Я бы после этой рекламы пришел и первым делом вы, собственно, и сказал «Сделайте яйца дороже». Поэтому, да, насколько эта реклама повлияла на продажи, мы здесь не будем оценивать, потому что, мягко говоря, вопрос, ну, решение спорное. Наша задача сейчас оценить, что в принципе чего угодно можно подвязать к чему угодно. Здесь, собственно, креативность и запускается. Посмотрим примеры из продуктовых разработок. Возьмем вещи, которые, ну, может быть, не сильно друг от друга дистанцированы, но какие изобретения можно сделать, если просто что-то объединить? Вот у нас есть карта города электронная плюс справочник. Ну, два гис. Настолько привычная штука, что мы уже забываем, что по факту тот-то ее придумал, он просто объединил два существующих продукта, не изобрел велосипед, но, по сути, компания, которая во многих странах мира сейчас есть. Телефон давайте вмонтируем в дверь. Настолько простые вещи, что мы уже забываем, как они были придуманы. Да, при том, что, ну, я тут всего пару слайдов поставил, но если приглядеться, очень много таких вещей. Ну, например, кто хоть раз в жизни там радовался киндер-сюрпризу, будучи взрослым человеком? Давайте по секрету. Ну, кто себе взрослый покупал киндер? Я знал, что вы есть, и я один такой. Да? Ну, прикольно. Ну, хоть игрушка-то классная попалась. Вот у меня тоже так, ни разу нормально ничего. Марин, мы придумали тему нового, Лектория. Как находить нужный киндер? Потом поделишься. Прикольная технология. Так вот, киндер-сюрприз это киндер-сюрприз, но если посмотреть, по сути, кто-то просто пришел как-то на работу и сказал, а давайте сделаем яйца только из шоколада и в них игрушку впиндюрим. Ну, кто сказал, ну, давай. Да, и все. И вот появилась новая компания, которая там миллионы, может, миллиарды зарабатывает. Не знаю. То есть, если вот на это смотреть с этой точки зрения, сразу становится понятно, что многие гениально креативные вещи это по сути, вот знаете, традиционная история, может, проведел в интернете, когда есть картинка типа чужая идея 1, чужая идея 2 и вот на этом на перекрестье моя гениальная креативная идея. Вот настолько звучит, но это очень-очень хорошо работает. И вот эта штука сквозная, я еще помню, я говорил, что она применима ну, не только в там в дизайне, в рекламе, в продуктовых разработках, даже в коммуникативности. Вот сейчас будет 2 минуты саморекламы, но я объясню, почему. 19-го числа делаю открытый мастер-класс по сторителлингу, ну, там, скорее всего, регистрацию уже закрываю, потому что много людей записалось. А еще через выходные делаю двухдневный тренинг по публичным выступлениям, по убеждающим публичным выступлениям. И там есть модуль, называется речевая импровизация, когда, знаете, ситуация возникает, когда вышел на сцену и вот микрофон взял и тупанул. Ну, то есть, вот, запутался, забыл слова, растерялся, какой-то вопрос задали, а в голову приходит только ощущение, типа, это, да, вот такая-то обезьянка с двумя тарелочками, и у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Вот, речевая импровизация, это комплекс техник, которые позволяют эту историю закрыть. И в рамках этого модуля я даю упражнение авторское. Вот, помнишь, я рассказывал про тост? Придумал авторское упражнение, которое можно использовать для того, чтобы тренировать в себе разговорчивость. И прикол в чем? Я к чему, собственно, рассказываю? То, что это коммуникативное упражнение для публичных выступлений, которое работает абсолютно на том же самом движке. Сейчас даже покажу. Вот, по сути, человек 8, наверное, это упражнение знает. Вы такая эксклюзивная группа, о котором солью бесплатно. У меня есть некая точка Б, к которой я всегда должен прийти. Почему упражнение называется тост? Мне всегда нужно закончить фразой «Так давайте же выпьем за…» и какую-нибудь мажорную такую вещь, ну, типа лиричную, любовь, верность, здоровье и так далее. А точка А случайная. И вот точка А случайную дают, и я понимаю, что мне надо на сцене перед аудиторией гнать какой-то порожняк, но аккуратно вот этим ассоциативным поиском вывести на точку Б. Давайте попробуем. Дайте какое-нибудь слово, желательно, ну, материально измеримое, существительное, а не там, чтобы концепт, где мы только термином еще будем. Атономитом – нормальное слово. Отвертка. Ну, давайте. Атономитом – это простое слово. Это как тономит? Ну, давайте выберем одно что-нибудь. Отвертка. Отлично, хорошо. Ну, вот я стою, значит, у меня тост. А, сейчас надо время запустить. Вот у меня тост. Да, спасибо, что вы сейчас упомянули слово «отвертка», потому что отвертка – это что? Отвертка – это инструмент. Но, знаете, есть инструменты, например, для обработки, типа стамеска, которой можно обрабатывать дерево, но отвертка, она ничего не отрабатывает, не изменяет структуру материала. Отвертку мы используем для того, чтобы делать что? Чтобы разбирать и чтобы собирать. Да, поэтому есть два очень интересных слова в нашей человеческой жизни. Мы говорим, надо разобраться, да, а собираться-то ты когда будешь. Поэтому очень важно… Ты зачем такое лицо делал? Ты зачем такое лицо делал? А, понятно. Да, поэтому в нашей жизни очень важно, чтобы были отвертки. Но отвертки, я имею в виду люди, которые в нужный момент помогают тебе в чем-то разобраться, да, вот когда у тебя какой-то затык, ты приходишь, говорит, слушай, я вот не понимаю, как мне поступить. Этот человек выступает отверткой в твоей жизни, он помогает тебе разобраться. Но не менее важны люди, которые в твоей жизни помогают тебе потом собраться. Когда ты его, знаешь, как это, что-что? Да, когда ты чувствуешь себя расклеенным, они помогают тебе склеиться. Не зря же, даже, кстати, по-моему, в танок Ближнего Востока, рука вот таким вот образом продемонстрирована, является благословением, а вот такая рука проклятием. То есть, когда мы собираемся, когда мы склеиваемся, мы становимся целостными. Поэтому давайте же выпьем за то, чтобы в нашей жизни были люди, которые будут помогать нам собраться, чтобы в нашей жизни были очень душевные отвертки. Я сейчас... Спасибо. Ну сколько я, где-то минуты... Полторы. Да, где-то полторы минуты гняло полный лютый порожняк, и по ходу дела собираюсь мыслями, что я буду говорить. Да, и... Да, собственно, что будет на... Тебе же какие ресурсы нужны на лекторику? Ну как там, вина, еще плюс у нас креатив, принеси какие-нибудь препараты, изменяющие сознание, да. То есть, по сути, я это вам к чему показываю? То, что есть вообще разные сферы деятельности, куда вы можете этот движок интегрировать, и у вас все будет хорошо. Поэтому вот это упражнение очень хорошо практиковать, просто дома встали, вот так вот пальцем в какую-нибудь штуку тыкнули, и все, и поперли произносить тост о чем-нибудь возвышенно. Масто 100% прокачает. Ну и кому, в принципе, интересно в этой теме прокачаться, после окончания основной части подходите. Для участников вот сегодняшнего лектория есть специальные бонусы условия, я вам все расскажу. Поэтому, если кому интересно, на следующих выходных с вами повидаемся, и будет еще 100-500 таких технологий. На этом рекламная пауза заканчивается, и мы возвращаемся вот к этой вот штуке. Сейчас мы с вами будем практиковаться. Вот там у меня лежат листочки, куча планшетов и ручек, но это вам либо раздадут, либо можно будет подойти взять. Теперь объясняю, что мы будем делать. Мы будем с вами практиковаться в таком проектном подходе, и не просто генерировать какие-то идеи чего-то, а мы будем генерировать идеи продвижения и наполнения фестивалей городских сообществ. Ну, чтобы у нас хоть вектор мысли был, мы знали, куда думать. Вот о том, что такое фестиваль городских сообществ, я попрошу Марину в трех словах рассказать, потому что она это сделает куда лучше меня. Действительно, мы когда изначально планировали с Женей тренинг, мы понимаем, что тренинг, да, действительно, мы с Женей зовем всегда не для того, чтобы он стоял там и начитывал нам что-то, чтобы первый раз у нас он был интерактивным, и в этот раз, естественно, мы понимаем, что нужно какое-то такое директорное движение устроить. И мне хотелось сразу, чтобы это было, чтобы это могло иметь какой-то практически выход, чтобы здесь произошел такой креативный взрыв, такая энергетическая волна, которая бы потом ушла в гору. Что такое, собственно, все эти фестивали городских сообществ? Вот у нас есть городские сообщества, вот у нас Юэй Новиков представляет сообщество Орлевых и Настольных Игр, потом у нас тоже есть Ярослав Кир, это сообщество Кузнецов представляет, Наталья Щенебакова сообщества Калигрархии, вот они по отдельности. Но если их, например, собрать всех вместе на одной площадке и дать им специальный пиар, максимальное количество граждан, то есть, что вот в одном месте, в одном время будет огромное количество интересных людей, которые вам расскажут о том, чем они занимаются, у вас будет возможность принять участие в их мастер-классах в каких-то интересных мероприятиях, то максимальное количество граждан узнают вот об этих интересных людях. И одна из целей, собственно, фонда в сознании, это как раз распространять информацию о наших городских сообществах, чтобы к ним приходили новые и новые граждане и приобретали новые интересные знакомства и возможность провести через это время. Вот, вот, говоря, поэтому я считаю, что таких фестивалей городских сообществ должно быть много. На данный момент у нас в городе есть один или два фестиваля, которые я знаю. Вот вы знаете, какие фестивали городских сообществ потом уже идут? Детализация, отлично. А второй? Фестиваль фестивалей. Детализация два. Пока здесь один из организаторов. Да, там тоже такая генеральная концепция. В апреле будет фестиваль, где тоже там разные городские сообщества собираются в одном месте. Ну, я считаю, два мало. Поэтому мы, Женя, подумали, а почему бы нам не нагенерировать еще радостно-интересных идей для фестиваля. И будет прекрасно, если кто-то из вас возьмет создавать такой фестиваль. И либо мы готовы помогать, либо мы возьмем какую-то одну из ваших идей и начнем создавать такой фестиваль. Вот, собственно, поэтому мы решили вот соединить с точкой А, с точкой Б. Да, сейчас это будет очень веселый процесс. Да, что мы будем делать? Вот когда вы возьмете листочек бумаги, нужно будет сделать им такую интересную шапочку, а потом разделить листочек на две половинки. А в нашем креативном фестивале городских сообществ, по сути, мы сейчас возьмем два направления. Два направления, соответственно, продвижения этого фестиваля, там пиар, рекламные акции, слоганы, вообще любые идеи, которые можно использовать в продвижении. И идеи относительно того, чего можно сделать интересного в наполнении. Какие-то интересные арт-объекты, фотозоны, конкурсы, активности, что угодно, что придет в вашу голову. Так вот, когда возьмете листочек, нужно будет вот здесь в шапке написать любое случайное слово, которое придет вам в голову. Ну, как было там, барометр, отвертка, что угодно. Главное, чтобы это были какие-то измеримые вещи, потому что, опять же, если кто-то напишет концепция, то придется еще разбираться в час, что кто под этим понимает. Да, да. Фестиваль городских сообществ? Да. Марина? Нет. Концепция, это специальный проект? Да, 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 конечно, это особенно специальный проект. А наша задача больше людей передать? Я думаю, в вопрос. Ну, на данном этапе мы придумываем основную идею самого фестиваля. Ну, например, фестиваль детализации, там какая идея в основе лежит? Ну, что на улице все происходит. Это, ну, вот, они в один-два дня выводят на разные площадки в центр города, городские сообщества, и сообщества на улице, где-то здесь, где-то представляют. Ну, конечно, да, наша конечная задача заинтересовать человека. Почему мы-то в контексте креатива… Мы посещаем, ну, то есть просто конечная задача. Для нас это не конечный проект. Мы, наоборот, будем искать деньги где-то там, чтобы городские сообщества там не в пиар вложить, да. То есть для нас это нет, мы на это не даромат. Ну, детализация, это… Это фестиваль, который организуется… Это фестиваль, это фестиваль, который в прошлом году он был, это первый опыт. И, кстати говоря, по признанию там, или в 19-х урпанистах, это фестиваль в России вообще. Это вот пример как раз того, что они собрали городские сообщества, вывели их на улицу. У вас там чатик на четверых, что ли? Да, что угуляет семья. Вдруг вас, или вкульчинься. А наша задача, что-то подобное, или, может быть, это просто семья, мы придумываем новый концепт. Да, новый концепт. Это, конечно, что-то новое интересное, какую-то интересную, креативную идею, которую мы сможем воплотить в настоящий фестиваль, который будет… Да, да, который будет иметь вредонах в городе и куда будут привлекаться максимально количество городов. Да, идея такая. То есть наша задача сейчас придумать, вот очень простым языком скажу, прикольненькими идеями, потому что прикольненькие, вот это слово, оно же означает, что что-то цепляет глаз. Логические вещи, они глаз не цепляют. Ну, когда, не знаю, реклама парикмахерская, там стоит парикмахер. Ну, как бы да, понятно, что это такое, но мозг не регистрирует это как что-то странное, необычное. Наша задача сейчас подумать, и поэтому в качестве точки А будем брать какие-то случайные слова. Ну, к примеру, скажем, кто-то из вас сейчас напишет здесь слово «банан». Да, вот давайте подумаем, как можно «банан» подвязать, скажем, к наполнению фестиваля, к активностям, которые там идут. Вот какие идеи в голову приходят? Я специально делал «банан» настолько… «Банановый смузи». «Аниматриум банановый». «Энди Уорхол». «Энди Уорхол». «Энди Уорхол». Да, у меня вообще мысль, знаете, какая, ну, ты прямо настолько бредовая, но она… В ее бредовости ее красота. Знаете, в этих взорницах есть, когда там гранату метают, но это… Метание бананов, да, кто дальше метнет. Как минимум… «А кто дальше проедет на банановый смузи?» Да, да, да. То есть, ну, вот так оно и работает. Только запускаешь, оно у тебя пошло, пошло, пошло. Теперь такое небольшое вводное про бредовость идей. Смотрите, есть рациональная часть головы, есть иррациональная. Ну, логично, вот… Логично, что иррационально. Забавно, да, сказал? Что есть рациональный процесс, иррациональные процессы. Генерация идей, креативность – это какое, рацио или иррацию? Иррацию. Оценка идей. Рацио. То есть, вот если сейчас генерировать идеи и сразу их оценивать, типа, ну, не знаю, аниматоры в банановой кожуре, ну, фиг его знает. Здравствуйте. Как раз к самому практику мы подоспели. Сейчас вам кто-нибудь расскажет, что делать. Вот. Если пытаться генерировать и оценивать одновременно, это выглядит, знаете, следующим образом. Как будто едешь на машине с огромной скоростью и посередине дороги столб. Вот его можно объехать либо слева, либо справа. Те, кто пытаются объехать столб посередине, попадают в новости потом, не очень хорошие. Поэтому мы сейчас вводим запрет на ближайший час на любую форму оценивания идей. То есть какая бы идея не возникла, мы ее просто фиксим. Вот у вас возникает, ну, например, здесь написано банан или, например, пусть будет футбольный мяч. Вот я напишу мяч. И вот, скажем, с наполнением у вас вообще никак, ну, не может состыковаться, не можете сюда ничего придумать. А такие вот продвижения, например, в голову всплыл этот, как фильм с Тома Хэнксом называется, где мужик на острове жил. Изгой. Изгой, да, что, например, сделать такого маленького Уилсона и через Уилсона какое-нибудь промо-видео снимать. Но не суть важна. Мы это оценивать сейчас никак не будем. Поэтому если кто-то где-то кому-то скажет, знаешь, что-то у тебя идея не о чем, можно ему там подзатыльник дать и сказать, не надо так делать. Так вот, что мы делаем в ближайший час? Как раз у нас по времени нормально происходит. Сейчас вы получите листы бумаги, получите чем писать и получите планшеты, фиксируете себе листочек, вот так вот увольнуете на две части, пишете наполнение и продвижение. И каждый из вас пишет какое-нибудь случайное слово. Затем, если даже слова будут повторяться, не страшно. Ну, математически слов же много в русском языке, поэтому я думаю на 30... 32... А? Что-что? Предметы? Ну, желательно предмет, потому что с ним проще работать, чем созерцать. Ну, можно, конечно, но сложнее будет. Вот. Затем мы на час включаем музыку. Здесь начинается абсолютный хаос, свободное общение. Ваша задача будет... Ну, здесь, по-моему, я 31 человек написал, насчитал. Да, значит, ваша задача, я прямо здесь ее зафиксю крупно, сделать 31 интервью. То бишь, как это происходит? Например, вот у меня слово банан, я подхожу к Эле, говорю, Эля, у тебя какое слово? Она говорит, у тебя мяч. Я точку А с точкой Б соединяю, говорю, слушай, ну мяч в продвижении, в наполнении, ну, наверное, и вот что-нибудь про Улсона выкатываю, Эля у себя фиксит. Вот у нее здесь написано мяч. Да, вот здесь она фиксит, что там что-то про Улсона может делать. Потом она говорит, Женя, а у тебя какое слово? Я говорю, банан. А она мне говорит? Мяч. Улица Сезам, второй урок, да, банан и мяч. Да, вот предположим, я говорю банан, а ты мне говоришь, вот какая идея приходит, про продвижение или про наполнение? А мы в процессе здесь второй половины сами подбираем, то, что подходит, или просто смотрим, какая она очередь идет? У нас есть одно слово, с которым мы работаем. Например, у меня банан, и я до всех дохожу, доколупаюсь. Что у вас с бананом возникает, когда вы начинаете думать? И у меня получается список, да, идей, как можно банан использовать в наполнении или продвижении. Я подхожу к тебе, а у тебя другое слово, скажем, отвертка. Соответственно, я генерирую, что можно с отверткой сделать. Таким образом, мы делаем 31 интервью, и у вас по факту будет заполнен вот такой вот лист с идеями, что можно поделать. Только единственная просьба, фиксите как-нибудь, ну, печатными буквами, чтобы потом это все можно было воспроизвести. Это будет такая лютая вакханалия, вы очень сильно устанете, потому что это много будет идей, много небольших диалогов. За час, это очень даже реально, то есть 2-3 минутки на человека, можно обмениваться визитками, давать друг другу 5 и переходить дальше. Ну, получается, да. То есть, например, у меня мяч, я говорю тебе мяч, ты мне говоришь, какие есть идеи, и я фиксирую себя идеи относительно мяча. Да, да, мы накидываем идеи друг другу, таким образом, это такое Броновское движение, где каждый из вас получит опыт подтягивания точки Б к 31-й точке А. Это ваш мозг абсолютно уничтожит, никак не оцениваете, потому что, ну, сами понимаете, математически будет очень много идей бредовых проходных, но среди них по-любому будут самородки, за которые можно уцепиться и потом пустить в работу. Позадавайте еще вопросы. Все понятно? Ну, давайте еще раз разберем. Вот, предположим, какое вы слово возьмете в работу? Я возьму фитнес. Ну, например, фитнес, да? Вот вы подходите ко мне и говорите, Женя, у меня фитнес, и я вот этот фитнес начинаю подтягивать к наполнению. Да, то есть, что выстроить? Если выстроить две идеи, замечательно, если выстроить хотя бы одна, то прикольно. Я говорю, фитнес? Да, ну, например, сделать какой-нибудь мастер-класс по фитнесу, только там в каких, в каком-нибудь непонятном стиле, там в интересных костюмах, или там фитнес с фруктами, с двумя там ананасами, да что угодно, и какой бы бред мне в голову не пришел, я вам рассказываю, вы себе фиксите. А потом я говорю, у меня, например, слово этот, вувузела, ну, знаете, который на футболе, и вувузела, ну, на футболе, который, это, фанаты, и вот, соответственно, вы мне говорите либо продвижение, либо наполнение. Что в голову приходит? У меня приходят коровы, и что можно сделать шоу как-то, 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 корида, корида из вувузел, например, типа того, да? Да, вы мне говорите, и я вот никак не оцениваю вашу идею, ее записываю, потому что сейчас мы никак оценивать не будем. Это все необязательно делать сидя, потому что вам надо поговорить со всеми людьми в помещении, поэтому, говорится, желаю удачи, возьмите там планшетки еще есть, кому удобнее, чтобы на этом, на листочке было опирать. И, да, я тоже играю. А мы их отпускаем на перерыве, или потом? Ну, в принципе, параллельно можно чайку попить. И параллельно, кстати, если кто-то захочет чай, кофе, можно выходить, наливать, то есть это все обедено. Да. А просто давать вопрос, да? Да, 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 вот. Мы совсем не поняли задание. Давай, давай, линуй лист на две половинки. Я уже придумала слово. Вот, отлично, сейчас попробуем. Давай какое-нибудь слово случайное, что тебе в голову приходит, с которым ты будешь работать? Рыба. Рыба, отлично. Вот, смотри, давай попробуем. Соответственно, какая идея приходит в голову относительно продвижения или наполнения собирать слово рыба? Отравление. Ну, а что-нибудь, что не приведет? Да, что можно использовать в продвижении или в наполнении мероприятия из рыб? Ну, как-то тезисно, чтобы было понятно. То есть в чем смысл идеи? Вот, соответственно, а ты фиксишь вот эту идею, которую тебе сейчас скажут. Потом вы обмениваетесь наоборот. Понял? Не совсем. Вы поняли, ребят? Ну, например. Я думал слово. Так, сейчас, коллеги, давайте застопоримся. Поднимите, пожалуйста, руки. Коллеги! Эй! Поднимите, пожалуйста, руки по чесноку. Кто все-таки не вкурил, что надо делать? Раз, два, три, четыре. Отлично. Сейчас давайте, чтобы было понятно. Еще раз объясняю. Вы сейчас себе...